МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Находка из разряда 1 на миллион. Алтайский боец Великой Отечественной, чьи останки нашли с именным медальоном, вернулся на родину. В крае будут контролировать стоимости, запасы лекарств. В сезону ОРВИ и гриппа накануне Алтайский Минздрав заявил о недопустимости завышения отпускных цен на жизненно важные препараты. В преддверии пицезона ведомство решило внепланово проверить аптеки. Пока ревизоры побывали в 9 местах продаж. В каждой из них лекарства оказалось достаточное, цены были не выше допустимых. Всего же в мониторинге Минздрава около 100 государственных и муниципальных аптек, 7 крупных частных сетей и 5 оптовых компаний, которые завозят препараты на территорию края. Сегодня в краевой больнице скорой медицинской помощи провели операцию, которая должна вернуть пациента со сложнейшими травмами к полноценной жизни. Затем, как алтайские хирурги собирали тазовые кости, следили врачи из Центральной России, Казахстана и разных районов края. Подобные медицинские манипуляции уже давно не уникальны, но успешный опыт барнаульских специалистов поможет другим травматологам сохранять жизни и возвращать людям трудоспособность. Еще каких-то 20-10 лет назад собрать целостную картину таза казалось трудным, а иногда и невозможным мероприятием. Сейчас же остеосинтез костей таза не пугает ни пациентов, ни врачей. На своей практике они повидали разные тазы. Целостные, не очень. После аварии, падений хирурги говорят, что переломе этой части скелета необходима оперативная помощь, так как человек может потерять до 5 литров крови. А это вообще не оптимистичная перспектива. За год в краевой больнице скорой медицинской помощи проводят до 100 операций по восстановлению костей таза. Сегодня опыт алтайских врачей транслируется на большом экране. Впереди сложная операция и реальный пациент. Будут вставляться импланты, которые позволят зафиксировать поврежденные сегменты в правильном положении, восстановить анатомию кольца. Сейчас в операционной находится мужчина, который во время аварии летел на несколько метров с мотоцикла. Для него тоже третья операция в результате повреждения костей таза. Врачи надеются поставить его на ноги через 2 недели. И после этого больному еще придется заново учиться ходить. Столичные профессора и главный травматолог Сибирского федерального округа ходом операции остались довольны. Для них это не новое. А для врачей, которые приехали из районов Алтайского края, из Казахстана, из соседних регионов, для них многие методики действительно новые и только там внедряются. Операция по восстановлению костей таза проводится и в межрайонных травматологических отделениях. В Славгороде, в Рубцовске, в Бийске. Но мировой уровень оказания помощи в Алтайском крае только в Краевой больнице скорой медицинской помощи. Хирурги уверены, что после таких мастер-классов их районные коллеги тоже смогут стать искусными тазоконструкторами. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. И сегодня же проконтролировали ход строительства школы, которая вскоре откроется в одном из новых кварталов Барнаула. Это третье по счету учебное заведение в городе, которое отвечает новым образовательным стандартам. В частности, организация обучения детей в одну смену. Подробнее Илья Кочетков. Квартал 2008 – один из новых и густонаселенных. Поэтому новая школа, ее номер 135, здесь весьма кстати. Учебное заведение построили меньше, чем за год. Сейчас заканчивают отделочные работы, и к концу года школа примет первых учеников. По словам директора, учреждение рассчитано на 550 учеников, но способно принять и больше тысячи. Здесь в разы больше кабинетов, два спортивных зала, несколько кабинетов труда. Мы каждый год вводим по школе, и до 2024 года мы должны эту программу завершить. Поэтому у нас расписано каждый год по школе. Но в этом году мы одно завершаем, одно уже в стадии нормальной, и еще третью мы начинаем. В соседнем квартале 2006А подобная школа только строится. Ее ввод намечен на следующий год. По плану в марте месяце мы хотим тепло подать, произвести прессовку, чтобы в следующем году, уже в отопительному сезону, чтобы не было никаких моментов. Рядом уже готов котлован для другого объекта – детского садика. Сергей Дугин рассказал, что в ближайшие два года в Барнауле построят пять дошкольных учреждений и есть лесад во Власихе. Это даст полторы тысячи новых мест и полностью решит проблему мест для детей в возрасте до трех лет. К другим темам. В ближайшее время в отставку, скорее всего, уйдут еще два чиновника правительства края. Это в Рио заместителя председателя правительства Надежда Капура и в Рио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов. Об этом сообщает полицип.ру со ссылкой на собственный источник в правительстве края. Как утверждает источник, решения об отставке социальных чиновников назревали еще до новости о закрытии малых домов-интернатов для престарелых и инвалидов, которая вызвала большой общественный резонанс. Напомним, Капура курирует в правительстве социальную политику образования и здравоохранения. Михаил Дайбов должность начальника управления по труду и социальной защите населения получил два года назад. Уже после управления преобразовали в министерство. Буквально ушел под землю. В центре Барнаула автомобиль провалился в яму, которая образовалась после коммунальной аварии. ЧП произошло сегодня днем на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Комсомольского. Вода подмыла грунт и асфальт, затем хлынула потоком на дорогу. В образовавшийся провал попала передняя часть припаркованной Мазды. Судя по всему, после таких ванн автомобилю потребуется серьезный капитальный ремонт. На месте работали коммунальщики. Напомним, это уже не первый случай, когда под землю в краевой столице проваливаются машины. Пожалуй, самый известный из них случился два года назад. Тогда воронка образовалась на проспекте Красноармейском. Как грустно шутят, пользователи интернета Барнаул погружается в ад. Находка из разряда 1 на миллион. Впервые за 30 лет поисковых экспедиций в республике Карелия были найдены останки солдата с именным медальоном. Им оказался боец Красной армии, уроженец Алтайского окрая Иван Овсянников. Сегодня, спустя 77 лет, наш земляк в окружении близких и родных. Благодаря фонду депутата Госдумы Александра Прокопьева. Подробнее об уникальной поисковой операции в репортаже Валентина Аскеровой. Мечта тоже съездить когда-нибудь в Карелию, посмотреть это место захоронения моего дедушки. Может она когда-нибудь осуществится. Прошла по полям сражения и словно вдохнула запах пороха. Услышала свист пуль. Валентина Ворончихина вернулась из Карелии, где в Великую Отечественную сражался ее дедушка Иван Овсянников. Спустя почти 80 лет на родину в Алтайский край возвращаются вместе. Военные курсанты, ветераны и поисковики. Погибшего солдата встречают с почестями. Даже сейчас при этом воспоминание просто спазмами горло перехватывает, потому что у меня сразу кожа гусеной покрылась и слезы сразу полились. Вы знаете, было такое чувство, что дедушка погиб не тогда, в 41-м году, а именно, ну вот как будто бы вчера. Иван Овсянников один из тех, кого провожали на фронт на перроне Бийского вокзала в сентябре 1941-го. 400 бойцов прошли пятидневный курс подготовки и приняли свой первый и одновременно последний бой. На Карельской земле у села Ругостера погиб почти весь сибирский батальон. В смертном списке и наш земляк. Он дошел до вражеских финских окопов, где дрался в рукопашную. Но об этом потомки узнают через десятки лет, которые он числился без вести пропавшим. Сегодня солдат возвращается домой, в родной Кытмановский район. На полях рокового сражения карельские поисковики работают на протяжении многих лет. Нашли сотни солдат, но почти всегда безымянных. И только в этом году впервые за три десятилетия обнаружили очень редкую находку. Рядом с останками красноармейца лежал именной медальон. Овсянников Иван Тимофеевич. Это не просто уникальный случай. Это на миллионы, наверное, один такой случай. Не все солдаты заполняли эти медальоны. Почему не заполняли? Примета такая была – заполнишь и убьют. Поэтому теперь страшное сожаление. У любого поисковика, когда мы находим останки солдата, открывается медальон в специальных условиях, а он не заполнен. Мы не знаем, что это за солдат. И он похоронен будет там, на земле, где его нашли, как безымянный. Выехать в Карелию и забрать останки героически погибшего деда школьному библиотекарю Валентине Ворончихиной помог фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. Помощь была оказана незамедлительно. Организацию похорон взяли на себя депутат АКЗС Вадим Смагин, а также администрация Кытмановского района. Проститься с героическим земляком пришли сотни людей. На именной могиле море слез и цветов. Теперь имя Ивана Тимофеевича навсегда вычеркнуто из списка без вести пропавших. Похоронен он в селе Дмитра Титова Кытмановского района, рядом со своей дочерью, которая всего несколько лет не дождалась возвращения любимого отца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Во всех колониях и изоляторах планируют установить системы видеонаблюдения. Об этом после недавней истории пыток над заключенным в Ярославской области заявили в Федеральной службе исполнения наказаний. Как выяснилось, в нашем крае эта система действует уже несколько лет. Насколько оправдывает она себя и что изменилось после ее внедрения, расскажет Анастасия Дороган. Это видео пыток ярославского заключенного. Сотрудники колонии бьют его дубинкой по пяткам, льют на голову воду, оскорбляют и сбивают. Ролик вызвал всеобщее возмущение. Возбуждено уголовное дело. В избежание повторений у ФСИН России обязал установить наблюдение во всех исправительных учреждениях. Это уже Барнаульская колония. Проверка осужденных наркологического отделения номер один. Любую проверку фиксируют на нагрудные регистраторы сотрудников, чьи действия отслеживают уже стационарные видеокамеры. Скрыть что-либо сложно. В этом учреждении, где сейчас находятся осужденные за кражи, наркоманию, насилие и убийство, камеры установили 12 лет назад. Они во всех без исключения помещениях и к ним уже привыкли, говорит заключенный Игорь. Он под двойным контролем работает за станком. Я думаю, что везде за нами следят. Это работа. Камеры облегчают работу сотрудников. За порядком следить. Я это все прекрасно понимаю. Как говорят в администрации колонии, видеоконтроль дисциплинирует и надзирателей, и заключенных. Первые четче выполняют обязанности, вторые соблюдают режим. Одним словом, большой брат следит. Вернее, сестра. Ирина Черкасова осматривает картинку со ста стационарных камер и двухкупольных с охватом 360 градусов. Нарушение заключенным распорядка дня – повод к быстрому реагированию. Сейчас у них это время личное. Они ходят по сектору отряда. А кулаки у них не чешут? Нет. Видео хранят не менее 30 суток. Оно выручает в случае происшествий. Так, за первые полгода в стране зарегистрирован 61 акт насилия в отношении надзирателей. Один из таких произошел на Алтае в прошлом году. Осужденный, содержащийся в строгих условиях отбывания наказания, кипятком плеснуло сотруднику в лицо. Естественно, весь этот факт был зафиксирован и стационарной видеокамерой, и носимым видеорегистратором. И в последующем со всеми материалами было передано в Следственный комитет. Всего на территории краевых колоний и следственных изоляторов установлено 2000 видеокамер. И, возможно, их станет еще больше в рамках федеральной программы по установке видеонаблюдения. За полный контроль, без мертвых зон, выступает общественная наблюдательная комиссия. За первые полгода она приняла почти 600 жалоб на условия содержания заключенных. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Барнаульцам предлагают бесплатно обменять мелкие монеты на более крупные. Такую операцию начал проводить Центральный банк России совместно с другими, в частности, с Банком Восточный. Мелкие монеты часто не используют для оплаты. И они пылятся в карманах. Обмен же позволит вернуть деньги в оборот. Банк Восточный приглашает вас обменять более мелкие монеты на крупные. Монеты должны быть платежеспособными. Это значит, что они должны быть без царапин, без вмятин, целыми действующими со всеми необходимыми знаками. Допускаются мелкие царапины и вмятины. Там же, в отделениях Банка Восточный, можно обменять обычные купюры на памятные 25-рублевые, приуроченные к Туру Кубка Мира ФИФА. Совершить обмен возможно с 15 по 17 октября в офисах Банка по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 161. Внимание! Телеканал Наши новости запускает новый розыгрыш. Компания «Ренессанс Косметик» предоставит подарки победителям. Набору бытовой химии, а также косметику получат те, кто подпишется на аккаунт наших новостей в Инстаграм, на аккаунт компании в Инстаграм «Реншоп.ру» и бренд «Профи» и группы ВКонтакте. Не забудьте отметить под публикацией розыгрыша двух друзей. Розыгрыш проводится ВКонтакте. Подпишитесь на группу «Ренессанс Косметик», сделайте репост записи к себе на страницу и закрепите ее до окончания розыгрыша 17 октября. Победителей будет двое. Один в Инстаграм, другой в ВКонтакте. Итоги подведем 18 октября. Участвуйте. Подарки компания «Ренессанс Косметик» уже подготовила. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае тепло и ясно. Ветер слабый, южный. Плюс 18 днем ожидается в Белокурихе и Заринске. Около 20 градусов тепла в Бийске и Рубцовске. В Барнауле ночью плюс 2. Днем 18 градусов выше нуля и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. Хорошего вам настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok